Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Дорогие мои, всех поздравляю вас с Новым Годом, с новым счастьем, радости, удачи вам, исполнении всех ваших заветных желаний. Всем вам здоровья крепкого, вам и вашим близким. И пусть все у вас будет в этом году хорошо, пусть все ваши желания исполнятся. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что снова со мной, спасибо, что остаетесь на моем канале. Итак, мои дорогие, сейчас я для вас сделаю онлайн-расклад, а тема будет называться так. Что у него сейчас на душе, что у него в сердце, что у него в чувствах, как он там вообще без меня. Вот я не знаю, сейчас все вопросы здесь пойдут просто. Мы сейчас его будем полностью раскрывать. Садитесь поудобнее. Позиция одна, общий расклад. И если с вами здесь что-то будет не резонировать, пожалуйста, не смотрите, потому что это общий расклад. Но я постараюсь максимально, максимально много сказать того, что вы хотите услышать. Потому что каждый из вас здесь должен вынести какую-то свою для себя информацию. Так, наливайте кружки, наливайте чай, вернее, в кружки наливайте чай, кофе, садитесь поудобнее. Так, я уже сейчас думаю, с чего я начну. Как всегда, экспромтом. Так, хорошо, давайте посмотрим. Сейчас его, давайте прям с него. На данный момент ваш мужчина. Вот что он там делает, вообще чем он там занимается. Давайте посмотрим. Еще. Вы знаете, он тайком за вами наблюдает. А знаете, почему наблюдает? Потому что вы на него не смотрите же. Вы же его отпустили. Ну, вы за ним не следите. И он понял, что она за мной не следит. Потому что я хочу теперь за ней следить. Я хочу понять, что у нее в голове. Я хочу посмотреть, мы с ней дальше вместе в одной лодке. Или я уже теперь буду один. Год начался. И я хочу понять, мы все-таки с ней вместе или нет. Потому что она отстранилась. Она не хочет на меня смотреть. Она куда-то смотрит вдаль. Ждет, наверное, мужчину какого-то или что-то. Я не знаю. Я не знаю. Я ничего про нее не знаю. Она императрица. Она женщина с большой буквы. Я не могу предъявить. Здесь есть что-то предъявить. Она не будет меня слушать. Я не понимаю, она со мной и дальше в одной лодке или нет. Мы плывем с ней вместе дальше уже опять снова или нет. Он за голову хватается. Смотрите. Он хватается за голову. А почему? Потому что он боится стать вот таким вот. Когда он полностью окажется в темноте на улице с протянутой рукой. Потеряв все абсолютно. Потеряв вас, деньги, дом, имущество, положение. Понимаете? Сейчас он хватается за голову. Потому что он боится вас потерять. Вы тот свет. Вы та удача. Когда были с ним рядом. И у него было все хорошо. И у него было все замечательно. Может быть у него и деньги, и здоровье, и стабильность. Все у него было хорошо. Потеряв вас, он боится. Он за голову хватается. Он знает, что все уже. Тогда будет все. Он пойдет на дно. В прямом смысле. Еще. Что он думает о вас? Зачем он-то хватается за голову? Потому что ему тяжело. Ему без вас будет очень тяжело идти вперед. Он будет нести какую-то тяжесть, боль, утрату, негатив. От этого тяжело будет избавиться. У него будет какое-то обременение. Я не знаю. Может быть, если вы с ним разведетесь, он будет платить алименты. Для него это бремя тяжелое. Понимаете? Да? А он такие планы строит наполеоновские. Он так хочет, чтобы все было, как он хочет. Без проблем. Без претензий. Без согласованно как-то. Чтобы ему как-то легко было. Строит какие-то планы. А вы его не любите. А вы его не хотите. А вы не даете ему своих эмоций. Он не может получить ваших эмоций. Вы понимаете? Уже сколько времени. Он страдает от того, что вы не любите. Вы императрица. И вы любимая женщина. И вы его не любите. И вы в его сторону не смотрите. А вы для него просто ценный бриллиант. Вы просто... Он... Я не знаю. Он... А он не готов вас отпустить. Он не готов вас отпустить. Он за вас держится. Он собственник. Это ревнивец. Но он не готов сжигать мосты. Он не готов в будущем оставаться без вас. Как это так? Остаться я без нее? Останусь? Да я, блин, вообще... Да я с моста сброшусь. Как я буду жить без нее? Я уже привык, что она всегда в моей жизни. Я привык, что она за мной. Я за ней наблюдаю. Или мы там встречаемся. Или там нервы друг друга трепем. Но я же привык уже. Как же? Я не готов отпустить? Да, я такой жадный. Я всегда такой жадный. Я на нее жадный. И к ней я жадный. Но я не готов меняться. Отпускать ее не готов. Я вообще ничего не готов. Вы уже давно отпустили. Уже сказали, ну ладно. Сиди, крахбор несчастный. На своем пеньке дальше. Сиди, думай. А я пошла. Слушай, отстань от меня. Как? Куда ты пошла? Подожди. Как? Подожди. Ну как? Ну, понимаете, он в шоке. Он просто в шоке. А зачем вы ему так нужны? Вот для чего? Он за вас так держится, не пойму. Ну, потому что ему нравятся вот эти вот, да. Когда в любви не просто гладко да сладко, а когда есть враждебность. Когда друг другу приполны вставляют. Когда друг друга унижают. Какая-то идет война. Когда идут какие-то, кто за кого там, кто сдастся. Вот мужчина не может нормально выстраивать отношения. Ему надо кровь попить, понимаете? Кровь пить. А вы уже устали ему, как вампиру отдавать свою кровь. Просто устали. Поэтому ваш трон уже отвернулся от него. К ему задом, к лесу передом, как говорится. И вы смотрите уже куда-то вдаль. Вы ждете, может быть, новых отношений. Вы ждете каких-то перспектив. Вы ждете, когда откроются, да, я не знаю, границы. Или откроется что-то. Вот пройдет вот эта темень. И не наступит утро, и свет, и солнце. Когда закончится зима, и придет весна. Вы что-то ждете. И уже без него. Вы не хотите его. Потому что вот эта нервотрепка в любви. Но мама, она как бы тоже уже ни к чему. Потому что вы понимаете, что как женщина вы иссякаете уже. А с вас как будто уже ничего не остается. Вы как будто теряете вот эту женскую свою сущность. Вы теряете женскую энергию. Вы теряете привлекательность, блеск глаз. Потому что это, вот эти отношения с этим мужчиной очень токсичные. Токсичные. И вы думаете, блин, ну если ты не можешь по-нормальному, так ну уж найди себе кого-нибудь другого, какого-нибудь, я не знаю, донора, и пей там кровь. Оставь только меня в покое. Так, почему? А почему не оставляет вас в покое? Что, других женщин что ли? Нет, я не пойму. Вот сколько их, много же. Что другую-то не найдет себе? Что он себе другую не найдет? Что другую не найдет? Ну потому что, блин, он никому не нужен. Но не нужен он никому. Может быть гулящий, пьющий, вечный в эмоциях какой-то, нудный, мутный. Один шаг вперед, два назад. Слушайте, женщинам такие мужчины не нравятся. Не нравится. Постоянно какой-то категоричный. Какой-то пытается, я не знаю, постоянно уколоть. Какую-то вредность тебе сказать. Если ты ему не отвечаешь взаимностью, он постоянно называет тебя там или толстой, или ты женщина с кривыми ногами. То есть пытается постоянно тебя как-то задеть, унизить. И он любитель женщинам разбивать сердца. Но ни одна женщина его терпеть не будет. Вы понимаете? У мужчины психологические детские проблемы, тянущиеся уже и в взрослом, так скажем, возрасте. Где он никак их проработать не может. И он постоянно женщине приносит только какие-то ураганы, стряски. Кому он нужен? Слушайте, нормальная, умная женщина в нем разберется на раз, два, три. И пошлет его лесом. Поэтому у него ни с кем не получается. Он встретил вас, императрицу. И почему-то для себя понял, что он может с вас питаться, пить вам кровь. Но вовремя вы поняли, что как бы нет, со мной, наверное, тоже это не прокатит. Давай, милый, не получается. Все, давай, расстаемся. Он хочет, он требует всегда, чтобы его любили. Причем сам любовь ему дарить не может. Он не умеет любить. Но он всегда требует, чтобы его любили. И если ты что-то там говоришь неприятное в его сторону, он тут же вскипает. Как это так? Ты на себя посмотри, толстая курица. Понимаете? Вот так вот может сказать. И умеет разбивать сердца, конечно. От него все женщины, кстати, закрываются. Вот все женщины, которые у него были в прошлом, кто сейчас никаких отношений с ним не имеет, они все от него закрываются. Потому что это очень токсичный мужчина. Он даже с гордостью не может выйти из отношений. Ему надо обязательно еще уколоть женщину в конце. Больно ей сделать. Потому что он любить не умеет, а любовь требует. Так, давайте посмотрим. Вообще меняться будет? Нет? Что у него за психологические травмы? Давайте посмотрим, что за психологические травмы у него. Карта повешенного. Еще. Что за психологические травмы? Еще. Отшельник. Еще. Вот здесь все идет от его, скорее всего, матери. Может быть, у него не было матери. Может быть, его мама не любила. Может быть, мама была одна и тянула всю семью, его тянула постоянно на работе. Дом, семья, быт, хозяйство, дом, работа, деньги, зарабатывание, кормежка, готовка еды. А любви она ему не давала. Элементарной любви она ему не давала. Она обеспечила, кормила, там, шила, может быть, ему там что-то, да, одевала. Там завтрак какой-то собирала в дорогу там или в школу. Ну, а любви-то нету. Вот той, которую он хотел, да, вот чтобы его там погладили. Может быть, мама никогда не говорила, я тебя люблю, мой ты золотой, мой сыночка. В лобик целовала. Может быть, такого не было. А ему это всегда очень сильно хотелось. Потому что забота, забота, а любви хочется. Все-таки ласки материнской хочется. Поэтому, поэтому этот мужчина всегда мучается в отношениях с женщинами. Потому что он от женщин требует этой любви, которой не дала ему мать. Но не понимает одного, что женщины любят по-другому. Ну, то есть, это не мать тебе, чтобы тебя в лобик целовала там. Ну, здесь понимать надо. А у него вот это непроработанное, понимаете, вот это отношение с матерью. Может быть, там мама была очень, такая, знаете, хладнокровная где-то, материалистка. Женщина, думающая только о работе постоянно, о деньгах, о доме. О нем не думала. Поэтому он как отшельник, а он одиночка по жизни. Он тоже не умеет любить. Ему мама не научила, он тоже не умеет любить. И он как одиночка по отшельнику пытается постоянно найти себя. Потому что у него целостного я, собственного, нет. Но нету, там не сформировалось оно в детстве. Всегда все формируется в семье. Родители первоначальные ставят ему, что ему там нужно, да, качества какие-то. А потом он сам дальше развивает. Но не поставила ему мама там, понимаете. Я про отца вообще молчу. Может быть, отца не было. Может быть, отец их бросил. Там, может быть, мама одиночка его родила. Здесь я вообще про отца молчу. Хотя в семье всегда отец воспитывает сына. А здесь мать воспитывает. И тут мать воспитывает, да. И поэтому он повешенный и одиночка. Мужчина постоянно пытается себя понять. Какие-то книжки по психологии читает. Там какие-то, вот, может быть, даже на ютубе смотрит какие-то авторитетных психологов, которые чешут там свою линию ему. И он, да, да, вот точно все женщины дуры. Все женщины плохие. Вот у меня и мать такая была. И это тоже такая же. Вы понимаете, да? Здесь мужчина накручивает себя очень хорошо психологически, пытаясь понять себя. Копаться в себе-то тоже сложно ему, да? Но пытается. И по карте повешенного он считает, что все женщины плохие. Вот он такой хороший, а все женщины плохие, начиная с его матери. И карта повешенного говорит о том, что он постоянно висит в воздухе. А знаете, почему он постоянно висит в воздухе? Он не может реализоваться в этой жизни. Не может. Потому что стержня нету. Опять же, не сформировано это стержень в детском возрасте. Никак. Ни любовью, ни такой заботой, можно сказать, мантинецкой. Ничем. Отца не было, возможно. Поэтому в этой жизни очень трудно ему встать на ноги. Рыпается и туда, и сюда, метается, и работу какую-то ищет. То здесь поработает, то там поработает. То зарплата маленькая, то он такой уже, блин, время идет, а он несчастный все. Никак не гремит на всю страну, да? Не Наполеон, а он не Наполеон, понимаете? Куда ему там что захватывать? Энергии нету никакой. Женщины его не любят. Сформироваться он сам не может. Нету энергии. Он вампир у нас тут. Вот и все. Вот его беда в чем. Беда этого мужчины. И когда он женщине что-то говорит, унижая ее, он сам утверждается за счет женщины. Вот он говорит, ты толстая курица. Ты обиделась? Он, да, да, вот я и сказал, что она толстая курица. Пусть идет теперь, думай, да? Или пусть идет худеет, блин. А если умная женщина скажет, кто я? Понимаете, ему так ответит, что там ниже пояса удар ему просто будет. Он будет сидеть и думать, блин, вот она зарядила. Вот и все. Здесь вообще умная женщина с этим мужчиной связываться не хочет. Я вам скажу сразу, потому что у него проблемы психологические. А вы та женщина, которая хочет любви. Вы любви какой ждете? Какой вы любви ждете от этого мужчинки? Какой любви он сам себя не любит? Он не знает, что такое любовь. Вы какой любви ждете? Поэтому вы отвернулись. А вы, дама кубковая императрица, представляете вас две энергии? Энергия мягкая, нежная, ласковая женщина, которая хочет ласкового и любимого мужчины. И вы от нее эту ждете? Эту вот эту вот любовь, да? Да, смотрим дальше. Смотрим дальше. Здесь еще знаете, какая тема здесь у него есть? Этот мужчина знает только уровень букетно-цветочного периода. Когда можно бегать на свиданьки с цветочками. Где-то в лесочке целоваться, обниматься. Я не знаю, там в подъезде кое-что тоже делать. Вот на этом уровне он застрял. Капитально застрял. А переходить на какие-то высокие энергии, строить отношения, понимать женщину. И дальше больше. Нет, откуда он это знает? Откуда? Там далеко, там так, блин, сложно. А я не потяну. А что это такое? А я никогда не видел, чтобы мужчина-женщина вместе там жили. У меня же опыта нету. А вот с букетиками цветов на свиданьки бегать, это он может. По ночам там где-то, понимаете, с девушкой какой-то там обжиматься. Зато здесь ничего сложного-то нету. Этот он может. Есть шанс, что он изменится вообще в лучшую сторону для вас. Что он вам подходил как нормальный мужчина. Есть такое в будущем у него или нету, или уже все. Но в принципе он хочет, он хочет, но он ждет помощи. Помогите мне, помогите, я в яме тут, спасите меня, помогите. Ему помощь нужна психологическая. Найдите ему хорошего. Даже, я не знаю, не психолог, психотерапевт, наверное, уже. Пусть и таблеточки какие-нибудь выпишет ему. Ему нужна помощь, профессиональная помощь нужна ему. Вы не справитесь. Ему нужен человек, который посадит его и скажет, так, давай будем разбираться. Так, что у тебя происходило в детстве, рассказывай. И он будет рассказывать, ну, мама меня била там, мама меня не любила там. Да, только завтраки мне готовила там. Один раз в год мне там сапоги покупала там, потому что вот, ну, как-то вот и все. И психолог будет с ним разбираться. Давай вот теперь, а это просмотрим как, а вот дальше. И вот так вот потихоньку, только так. Есть ли шанс, что он изменится в лучшую сторону с вами? Ну, в принципе, если он дурачиться не будет, если он дурака валять не будет, потому что он много дурака валяет. Понимаете, он не видит своего будущего, он валяет дурака. Я не знаю, сколько ему лет, но здесь такое ощущение, как будто мальчик здесь вот застыл в 30-летии своем, и никак выбраться отсюда не может. Если вашего мальчика уже за 40, за 50, за 60, его даже уже и психолог не спасет. И даже психолог не спасет. Потому что я даже не знаю, что ему уже может помочь здесь. Вот я тут вообще без понятия. Потому что здесь мальчик застрял в 30-летии. Вот он на свиданке бегает там, вот там по обжиманке ему вот это вот все. А что-то на серьезное переходить не готов, не может, сил нету, знаний нету, себя не понимает. Может он измениться или нет в будущем, в лучшую сторону. Он бездуховный. Ему духовности набраться надо. Духовности набраться надо. Вот это вообще отсутствует в нем. Я даже уверена, что здесь человек или атеист, или в бога не верит, да и в дьявола, мне кажется, тоже не верит. Он вообще никому не верит. Он даже себе не верит. Он какой-то потерявшийся дурачок. По жизни идет легко. Его гоняют, как футбольный мячик. От одного, наверное, от одной работы к другой работы. От одной женщины его гоняет к другой женщине. Какой-то легкий. Он хочет легких отношений, вот этих романтичных, без обязательств. Вот этот, знаете, чтобы мозг ему не парили. Его, чтобы не нагружали. Алименты, чтобы он не платил. Чтобы в ЗАГС никто его не тащил. Ну, то есть, вот как-то баба позвала к себе на субботу-воскресенье вкусно покушать, в постельке покувыркаться. Ну, и все. И потом в понедельник он отсюда уже выйдет и на работу сразу. Ему нужно научиться завоевывать женщин. Вот это он тоже не умеет, ни хрена не умеет. Здесь, конечно, еще и... Я так считаю, что... Женщина виновата. Ну, женщины, не надо баловать мужчин. У нас же каждая вторая здесь, Жанна Дарк, почему-то считает, что такой красивый мужчина должен быть только ее. И с кожи вон лезет, когда видит красивого мужика. И виснет, и так, и телефон свой сует, и уже сама в ЗАГС его тащит. Здесь женщине нужно быть женщиной. И не забывать о том, что она женщина. Потому что мужик уже и вообще ничего делать не хочет. А чего он должен завоевывать, баба сама липнет? Нормально? Нормально. Сейчас у нас все так мужчины думают. Все мужчины так думают? Сами ВКонтакте звонят. Сами ВКонтакте пишут. Предлагают самой... Мне здесь я один рассказывал. Предлагают прийти к нему, приготовить, кушать ему. Постирать, убраться. Он говорит, а мне это не надо, зачем я не хочу. Женщины, почему сами себя вот так вот предлагают? Я говорю, потому что замуж хотят очень сильно. Очень хотят сильно замуж. И ни ответа, ни привета уже сами себе предлагают. Поэтому, девочки, ну, блин, ну, хватит себя предлагать-то, а? Я понимаю, так очень сильно замуж хочется. И все понятно, ребенка хочется. Но не так же, чтобы мужик уже просто, тоже, знаете, в шоке был. Чего эта баба сама себе на меня вешается? Поэтому вот он такой и ведет потом себя так. Он как вампир потом себя ведет. Он говорит, давай, люби меня дальше. И взамен он ничего давать вам не будет. Вы будете ему стирать, приезжать, готовить ему. Ребенка будете рожать. А вы взамен ничего не будете получать. И что будет потом с вами в 40, в 50? Вы будете озлобленная бабища такая, понимаете? Озлобленная, которую мужиков вообще ненавидит. Вы такой хотите быть? Или хотите быть любящей женщиной, любимой женщиной? Все хотят быть любимыми женщинами. Так делайте все правильно. Делайте все правильно. И мужчины вас будут любить изначально. Ему надо здесь очень много. Он бездуховный. Пусть, я не знаю, к вере придет. Пусть поверит хотя бы в себя уже. А что он сейчас думает конкретно о вас? Его чувства к вам. И чем он там недоволен вами, я не пойму. Еще. Но здесь игрульки любят. Здесь мужчина любит игрульки. Одна женщина, вторая женщина. Возможно, мужчина несвободный. Или же у него, опять же, да, там где-то в ВКонтакте, в Одноклассниках. Несколько девиц сидят, он с ними переписки ведет. Одной, говорит, люблю, второй, говорит, люблю. Здесь игрульками он занимается. Мужчина игрульками занимается. Вас, кстати, он считает кармической женщиной. Как будто вот вы должны были появиться. Как будто вы такая судьбоносная женщина. Потому что с приходом вас в его жизнь, его жизнь как-то изменилась немножко в лучшую сторону. Что ему у вас не нравится? Он так хочет быть лидером. Он так хочет отношениями манипулировать. Так хочет, знаете, чтобы вы... Вот все слушались его, особенно вы. Чтобы вы полностью ему подчинялись. Чтобы вы с ним играли. Чтобы вы говорили, да, дорогой, как хочешь. Да, хорошо, дорогой. Ты сегодня хочешь так или вот так? Тебе блинчики с мясом или блинчики с творогом? Ой, хочешь, я тебе и так, и так сделаю. А ты завтра какую рубашку оденешь? А, ты не знаешь? Ну, давай я тебе две сразу простирну и поглажу. А ты подумаешь. Вы понимаете, здесь мужчина считает, что вы должны плясать для него. И под него подстраиваться должны. А он вас будет воспитывать. Он будет говорить, что ты толстая курица, иди давай худей. И вы послушаетесь и пойдете худеть. И он будет говорить, yes, да, детка, давай. Ты должна меня слушаться. Я твой хозяин. А ты должна меня слушаться. Я правильно тебя воспитываю. Я тебя воспитываю правильно. Потому что ты вот под меня прям должна такой быть. Мой отец не воспитал мою мать, да? И мама была такой, с изъянами. С таким характером. А теперь я тебя воспитаю, детка. Вы понимаете здесь, как мужчина еще думает? Ничего, ничего. У меня терпения хватит тебя перевоспитать, тебя переделать. Да, и я тебя сделаю для себя. Ты для меня будешь такая огненная, страстная, темпераментная. Всегда будешь гореть возле меня. Я тебя сделать хочу такую, которой я тебя хочу видеть. Вот мне нравится женщина вамп такая, да? Значит, ты будешь такой. Я хочу, чтобы тебя видеть такой сексуальный. Значит, ты будешь вот такая вот в чулках меня встречать по вечерам из работы. Я хочу, чтобы ты тоже работала с утра до вечера, как и я, делала карьеру. Значит, ты будешь работать и над собой. Хватит лениться, давай, давай. Я тебя хочу видеть такой, который я тебя нарисовал когда-то в голове. И я хочу видеть тебя такой, да? Ты пойдешь у меня деньги делать. Ты пойдешь у меня работать. Ты будешь за дом смотреть. Ты будешь успевать и за собой следить, за домом смотреть. И чтобы дома красиво было. И чтобы ты меня вкусно, я в духах пахучих там встречала. И в любимых. Ха. Вообще. Трэш полный. Да. И чтобы ты с ним не еще... Да. И чтобы ты еще с ним не ссорилась. Не конфликтовала. Потому что он это не любит. Он твой хозяин. А ты его рабыня, наверное. Но рабыня красивая. Он хочет вас сделать под себя красивой. Чтобы у вас столько энергии было. Чтобы вы все успевали. И работать. И домом все. И стирать. И убирать. И детей рожать. Деньги зарабатывать. Да. И с ним не спорить. И работали много. И чтобы его тоже направляли. Вдохновляли. Ой. Я не могу. У меня уже истерический смех. Простите. Я просто... Я в трэше просто. Когда смотрю иногда таких мужчин. Я просто в трэше. Ладно. Так. Давайте поменяем вопросы. А то я сейчас звереть начну. Так. А что вас не устраивает в нем? Давайте посмотрим. Девочки. Вас что в нем не устраивает? Еще. Но он не подчиняется что ли вам? И постоянно выбирает. Вас и других. Самодовольная личность. Ханжа. Такой весь понты тут, наверное, рулит у него, да? Я такой крутой лев. Кто из вас? Кто из них, вернее, из ваших мужчин лев? Кто с амбициями? Кто такой, типа, я тут вообще первый парень на деревне тут хожу? Давайте, кланяйтесь мне. Такого, как я, я не знаю, джигита, наверное, да? Кавказский гор, наверное. Или просто крутой такой мальчуган. Здесь пацан такой, парниша. Самый лучший, да? Я тут выбираю. Здесь вообще я как захожу, все женщины на меня вешаются. Я вообще не знаю, с кем я еще хочу быть. С тобой, с тобой или с тобой, детка. Я подумаю. Здесь есть мужчина, который, наверное, три высших образования имеет, да? Живет недалеко, наверное, возле Красной площади, а? В ЦУМе, наверное, вещи, шмотки себе покупает. Кто здесь такой крутяшка тут, я не пойму? Что здесь за мужик такой, чувак тут такой, такой весь, а? И с которым ничего не получается. Вы почему на него думаете, что он единственный один и больше других нет, что ли? Вы на него смотрите, как, блин, я не знаю, как вот он, Антонио Бандерас в молодости, а? Все, это мужчина, даже нет, не Бандерас. С кем его можно еще сравнить-то? Ой, господи. Кто у нас красавчики еще были? Алан Делон, блин, в молодости. Чего на него так молитесь? Девочки, вы чего на него так молитесь? Он такой сексуальный, он мне так подходит, он такой красивый, он такой сексапильный, он такой умный, он такой богатый, я не знаю, что там, что там есть? Это несчастный мальчик, который никак подняться не может. У него ущемленное самолюбие, вот это вот, эгоизм прет с него. Он женщину за женщину не считает. Он считает, вот когда ты на него так смотришь, такими глазками, значит, он считает, тобой надо управлять. Да, я твой хозяин, детка. Целуй меня, целуй, давай, на колени еще скажет. Что, кто здесь вообще? Это вы считаете, что вы из тех женщин, всех тех, которые у него были, одна та единственная, которую можете его сознанием, как его управлять? Да, скорее всего, может быть, оно так. Но мне у вас жалко. Знаете, по какой причине? Вам очень сложный мужчина попался. Вы чувствуете, что сами уже выдохлись. Управляя его сознанием, им, вы уже выдохлись. Вы на себя давно в зеркало смотрели? Посмотрите, как вы выглядите. Вам очень попался неоднозначный человек. Стоит ли на него столько тратить энергии? Его им управлять? Нахрена он сдался? Гоните его в шею. Найдите себе нормального мужчину. Адекватного, с мозгами. Не с понтами, вот с этой своей гордостью львинной, а нормального. Вы слишком на него затрачиваете свою энергию до такой степени, что вы себя иссякаете уже. От вас скоро, как от императрицы, ничего не останется. Вы вовремя, кстати, все от него отвернулись. Вы как будто уже чувствуете, что от вас уже скоро все, трухля останется. Потому что это очень самодовольная личность. Очень самодовольная личность. Таких гнать в шею надо. Мужчины считают, раз мне природой дана такая красивая внешность, ну и да, там высшее образование тоже. Все, все бабы мои. Я им всем покажу, кто такой мужик. Ага, давай, давай. Как бы кто-нибудь ему морду просто из нормальных мужиков не набил бы, чтобы тогда и не понял бы, что это такое. Есть ли у вас будущее с этим человеком? Это еще будет тянуться у вас. А вы его до сих пор не отпустили. Вы его любите, он вас любит. Вы его любите, он вас любит. И все это тянется, 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 потянется. Шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. А где искра? Искра действий. Где? Да, хочу, вот, хочу. Да, он приедет, все. Ну, а действий никаких нет. Желание только, да? Надо же что-то сделать. Это только на расстоянии вы, что ли, друг другу так любите? Вот с этой тянучкой, так вот еще платоническая любовь у всех, что ли? А реальность когда будет? Когда будет конкретная реальность? Я реальности здесь вообще не вижу. Я вижу тянучка, тянучка, тянется, тянется. Здесь любовь какая-то застывшая, знаете. Вот мы любим друг друга 20 лет и все. Ну, мы типа же любим. Ну, а окей, ладно. Вы еще можете сто лет так же себя друг другу так, вернее, любить. А что-то конкретное будет? У кого-то семья, у кого-то жизнь вместе. Нет. Еще? Потому что нужно пройти трансформацию. Никто трансформацию не проходит. Не вы не проходите, за него цепляетесь. И он там тоже, понимаете, дурака валяет в 30 лет, наверное. В 30-летнем образе своем. Никак не может перейти на другой уровень. Психологические проблемы ему там что-то мешают. Нет, нет. Не будет никаких развитий отношений. Он хочет с вами семьи, он готов поменяться. Он хочет все для этого сделать. Еще. Еще. Вы знаете, он не знает, как меняться. Он не знает, как меняться. Он хочет, чтобы его любили таким, какой он есть. Вот он хочет, чтобы его любили таким, какой он есть. Меняться он ничего не хочет. Он не знает, как поменяться. Он ничего вам предложить новенькое, интересно, не может. Что там меняться? Куда меняться? Он хочет, чтобы вы его любили. Он хочет, чтобы вся отдача шла от женщины. Вся любовь, весь поток энергии, чтобы все шло от женщины. А сам ничего не готов ни дать, ни взять. Да, здесь упрямый мужчина, который думает только обо всем. Он считает, если вы у него кармическое, значит вы должны принять его таким, какой он есть. Он не обязан меняться, а он вас такой видит. И здесь мужчина, знаете, какой неоднозначный. У него иногда бывают заскоки, эмоции наплывают, и он то любит, то ненавидит, то хороший, то плохой. Но полностью поменяться, стать нормальным, он не готов. У него еще заскоки от старшего аркана луна. Здесь мужчина немножко с головой не дружит, как будто. Очень много накрученного. Туман в голове, луна в голове, много чего не понимает, не соображает, верить не хочет. Только от всего накрученного делает выводы. Поэтому мужчина сложный. Ему стабильность нужна, постоянство, чтобы с мозгами пришел к тому, что такое семья, как ее правильно выстраивать. Ничего не знает, ничего не умеет и не хочет. Я пока будущее у вас конкретного движения вперед не вижу. Будет все так на том уровне, которым есть. Давайте посмотрим, за вами наблюдает? За вами наблюдает сейчас? Делает какие-то выводы о вас? Он за вами наблюдает? Да, наблюдает. Вы его по дьяволу очень сильно тянете в затишье. Мужчина за вами наблюдает. И он наблюдает, кстати, постоянно. Потому что здесь зависимость уже от интернета. И он пытается понять, что между вами по справедливости произошло, что не по справедливости произошло. Пытается найти, кто прав, кто не прав. Пытается понять, что произошло между нами. Кто прав, кто не прав. Как судья здесь ведет себя, понимаете? И проверяет вас, кстати, очень тихо. Из каких-то страниц, из какого-то, может быть, на работе как-то, но вы даже догадаться не можете. По четверке мечей вы даже догадаться не можете, что за вами слежка, просто тотальная слежка каждый день. Вы даже догадаться не можете. А у него по дьяволу, он к вам привязан через дьявола. Вы его тянете сексуально, у вас хочет, он как наркоман ваш. И вот эти слежки постоянные, это уже как, знаете, он как в туалет ходит уже на вашей странице. Ну, я в хорошем смысле, то есть, как выйти куда-то там, я не знаю, руки помыть тоже. Элементарно, он ходит на вашей странице каждый день по несколько раз. Потому что зависит, он не может оборвать это все. Он зависимость к вам оборвать не может. Не может. Да, он же император, он должен тотальный контроль над вами вести. Каждый день он должен знать, где вы. Он в темноте находится, он с темных каких-то страниц своих выходит. Из темных черных страниц своих выходит. И он, как император, он должен знать, что вы делаете, куда вы ходите. Ходите, что вы кушаете, что вы одеваете, кто у вас появился. Все должен про вас знать. Потому что он над вами держит власть. Он так считает. Она от меня зависит. От меня все зависит. Понимаете, от меня. Ее жизнь тоже от меня зависит. Я хочу знать, она без меня счастлива или она страдает. Для него это очень важно, когда вы на своей странице пишите какие-то посты несчастные. Или там что-то ставите несчастное. Там, я не знаю, там, я тебя люблю. Что-то такого в плане, да? И он думает, да, детка, я знаю, что ты меня любишь. Окей, я знаю, что ты без меня не можешь. Очень мне нравится это все. Он тащится просто. Потому что он наблюдает за вами, за вашими эмоциями. Вы тоскуете по нему или нет? Вы в зависимости у него или нет? А он хочет, чтобы вы под него зависели. Чтобы вы под него подстраивались. Чтобы вы никуда не делись. Чтобы, не дай бог, вы себе другого не нашли. А как же он? Он же манипулятор здесь у нас. Да, он хочет, чтобы вы его дождались. И когда он соблаговолит приехать, я не знаю, на своем коне к вам вечером, вы сказали, да, как я тебя ждала, дорогой, заходи быстрее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Понимаете, чтобы вы прям вот, он прям ждет, он хочет вас довести до кипения. Понимаешь, что вы уже забальтыкали, уже просто, чтобы вы уже, как, я не знаю, как вулкан уже, в лаву просто превратили, и все. Потому что он хочет, чтобы вы его дождались Чтобы вы ему сказали, да, я на все согласна Я готова с тобой мириться Все, как ты хочешь Любовница, да я согласна любовницей быть Только не бросай, только ты Вот, чем он хочет Чтобы вы его позвали Кто находится на расстоянии? Он хочет, чтобы вы его пригласили к себе Да, я не знаю, может он в деревне Кукуева А вы где-нибудь в Лос-Анджелесе И вас хочет довести до белого коленя Чтобы вы уже там пригласили его И домой взяли, и прописку сделали И гражданство американское уже всучили ему Здесь мужчина такое ощущение, что Та же до белого коленя женщина доводит Лишь бы, чтобы она сделала так, как он хочет Мужику рост нужен А он вас воспитывает Здесь, кстати, люди разных возрастов Социально разные Культуры разные Вероисповедание разное Блин, все разное Я представляю, если вы его старше Пусть только появится Пошлите его лесом так, чтобы он на всю жизнь запомнил уже И вас, и этот лес Вы у него в тотальном контроле, девочки Он карабас-барабас А вы у него кукла И вот эти веревочки Он дергает постоянно Ваши веревочки дергает Здесь мужчина считает, что он Я же говорю, Наполеон Он Антонио Бандерас, наверное Он таким себя считает, наверное Он самый крутой Сексуальный Да, у меня все прекрасно У меня все Я крутой Я молодой Я такой Уху Все девочки мои Он вам не говорит, что Ему там пробиваются К нему там бьются Бедные Вконтакте пишут В одноклассниках пишут На работу приходят На него все вешаются Домой заходят В подъезды Там его поклонница Караулит, наверное Автограф просит Девочки Потому что он Крутяшка здесь такой Он таким себя рисует Да, я еще хожу в спортзал Тут качаю, что надо Все, что можно накачать Уже накачал я Чтоб девкам нравится Я тут душусь Последними духами Дольче Габана Блин Я тут вообще Такой крутяшка Угу Давайте, девочки Любите меня Вот тут одна есть у меня Как овца И которую я вожу здесь За ниточки дергаю Смотрю, как она здесь Живет без меня Ну-ну, тоже без меня не можешь Он очень высокого О себе мнения Очень о себе Высокого мнения Вы встретили Какого-то нарцисса Эгоиста Пикапера Я не знаю А этого Не бабника А этого Альфонса То здесь вот Вот такой запах Мужчины идет Самодовольного Надо точку с ним Ставить и все С ним надо Ставить точку Он очень Он очень Сам уязвимый Но этого никогда Не показывает Никогда Не показывает Он показывает Свою всегда Силу Мужскую Там Гордость Свою нравие А когда он Внутри уязвимый Он не показывает А у него Очень сильные Психологические Проблемы Вот ему Надо начинать С этого И тогда Вся спесь У него Пройдет И тогда Он нормальный Станет Выюживаться Тогда не будет Понимаете И отношение К женщинам Поменяется Все Вот такой был Расклад Всем желаю Счастья Удачи Девочки Будьте счастливы Пусть у вас Жизнь Пусть у вас У всех найдется Нормальный мужик Уже Господи Но пусть найдется Нормальный Выбирайте Всегда Некрасивых Выбирайте Всегда нормальных Мужчин Руки Ноги Есть Есть Мозги Есть Есть Работа Есть Деньги Зарабатывают Хоть что-то Там Не можно Прожить Все Берите Замуж Не надо Этих Красавчик Не надо Вот этих Понтовых Вот этот Вот на машине Пип Там Вот это Все Не надо Не смотрите На его Красивый Торс Не на Красивый Жезл Все это Временно Понимаете Девочки Все это Временно А с Мужчиной Тебе Жить С С лица Воду Не пить А тебе С мужчиной Жить Всю Жизнь И он Должен Быть Нормальным Отцом Твоих Детей А не Вот этот Вот Что Это Было Сейчас Я Смотрела Тут Кошмар Пишите В комментариях Подписывайтесь На Мой Контакт На Мой Канал Самое Главное Будьте Счастливы И пусть У вас Жизнь Все Будет Хорошо Всех Люблю Всех Целую И до Скорых Встреч Счастливы